всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале сразу хочу поблагодарить вас за ваши донаты я не всегда это помню почему потому что в один день я получаю донаты и проходит несколько дней прежде чем я запишу следующий расклад и и я упускаю этот момент это очень важный для меня момент я я все получаю и я вам очень-очень благодарна к сожалению вы не оставляете своих имен я неоднократно говорила что было бы здорово если бы вы писали еще и от кого то чтобы это не было анонимно но в любом случае выбор за вами и мне очень-очень приятно и так сегодня мы с вами сделаем развлекательный такой расклад да я сразу обозначиваю что он именно развлекательный они такой рабочий вот иногда второго ну мне хочется сделать такое что-то легкое расклад предложила баре либо королева либо королева и то и другое прекрасное дело в том что помаре марку такую одну скажу я не знаю другого языка по крайней мере мне не знаком до кроме греческого где оставится ударение и иногда ну то есть если ты не являешься носителем языка то сложно понять до куда ставится ударение вот греческом языке все все слова абсолютно пишутся через ну с ударением и легко понять до их правильное произношение это вот в контексте фамилии но в любом случае мария я извиняюсь если я что-то неправильно произношу вы меня в комментариях потом поправите идея расклада заключалась что означает ваши родимые пятна именно родимые пятна они родинки я помню эту тему предлагала море когда в разделе сообщества я делала запрос на тему да и в общем беседы выяснилось о том что если такая вероятность о том что родимые пятна что-то несут с собой да какой-то смысл из прошлых воплощений вот что касается родимых пятен не знаю у меня их нету вот но есть у моей мамы моего младшего ребенка а вот что касается татуировок здесь да я не знаю я конечно же единственный единичный возможно такой случай вот но про татуировки возможно сделаю отдельный расклад и расскажу там вступление до болталки мою идею не мою идею а вот как этот мысль да то как я считала что я выбирала самостоятельно для себя татуировки а по факту оказалось что они выбрали меня вот но это вот уже отдельный разговор и так колоды которые я приготовила это эпическое таро метафорические карты все о нем именно о нем а не о ней не знаю почему вот мне пошла такая энергия мужская не женская вот колода и тин и колода монолиза дальше от эти рубашечки показываю так мы вам легче потом кто не знает до в интернете найти посмотреть галерею эти колод если вы хотите вот то еще да ничего в принципе да все что хотела сказать сказала давайте мы с вами приступим откладываем позиция номер один голубенький камешек что означает ваше родимое пятно либо ваши родимые пятна не знаю вот взяла глаголы посмотрим да так и вытащу здесь карта метафорически так будет понятнее значит глагола добывать заботиться и изменять видимо не какие-то колоды карты здесь перевернуты ну сразу могу сказать да то есть вот такое соединение карты и глаголов да я могу предположить что он либо одно ваше родимое пятно либо несколько да я не знаю как формате у вас расположены на теле но как предположение да может быть что они означают знаете вот сразу скажу смысл у меня скорее всего вот эти вот такое ощущение но меня не оставляет что это вот какие-то знаки да символы которые были возможно на вашем теле в одном из ваших прошлых воплощений да то есть вот что-то произошло да и осталось вот это вот как метка и причем метка виде родимого пятна в том месте где она находится вот прям прямой смысл есть именно с прошлым воплощением либо вы как-то завершили свою жизнь и вот тот момент когда ваша жизнь заканчивалась ну к примеру допустим если это было через повешивание дату возможно где-то у вас на шее да может быть родимое пятно да либо где-то форма родимого пятна она виде какой-то петли виде какого-то кругляшка может быть в виде веревки да вот что-то такое вот напоминает либо в виде змей вот я про это так вот здесь был как-то вот может быть символ связанные непосредственно возможно были мужчины да в том воплощении и поэтому в этом у вас на теле есть вот метка которая несет смысл некого такого добытчика да то есть как вознаграждение какие-то да либо трофей вот что-то мы берем и вот здесь форма опять-таки обращаем внимание да на форму то у меня такое ощущение что вот где-то в районе шеи да и вот в районе груди обычно какие-то вот мы как бусы до вешаем как рок изобилия вот у меня видится такая картинка да на шее что-то повесили какое-то вот ожерелье бусы но мне такое ощущение что это вот идет из той жизни когда вы были мужчины не женщины именно то есть как вот добытчик победитель и вот как награда до родимое пятно она может быть похоже как на медаль какую-то да как награду такое знаете вот достаточно большое не могу сказать что она маленькая да она такой достатку заметная по крайней мере вот то есть это не как маленькая точечка да либо что-то там как фаланга пальца либо как ноготь нет здесь мне кажется такой достаточно большой но вот она не имеет конкретные формы да она такого розового цвета не коричневого вот именно розовом не касты и он какой-то вот такое расплывчатая вот и может может означать еще расскажу да когда вы возможно были воин да и очень много у вас наград было как победители да как добытчика либо если вы жили например в прошлых воплощениях вы знаете где-то в племенах да тот ваша роль ваша задача быть была как раз таки именно таким добытчиком да может быть разведчиком у кого-то может потерзимое пятно как след след да либо животного либо но это не человеческий нет здесь мне как будто бы показывает какой-то след может быть были человеком который разбирался в следах да то есть ну понимал допустим следы и животных да либо брал след вот как не знаю следовик вот что за такое поэтому форме следа может быть забота до забота здесь может быть еще знаете мне показывают как мужчина опять-таки мужчина добытчик и то ли вы обожглись то ли еще что-то такое вот было да как ожог и а может быть даже и в этой жизни да у вас был какой-то вот ожог и он оставил след и может быть он напоминает как-то родимое пятно но вот это вот след до от какого-то ожога как-то возможно вы кого-то спасли возможно в прошлой жизни опять-таки говорю отсылки к прошлым жизням да если вы занимались регрессии и вы знаете да либо у вас есть какие-то предположения либо ваши родимые пятна похожи на это то как-то опять-таки напоминаю да что расклад он такой развлекательный мы не берем за чистую воду до эту информацию потому что ее сложно проверить вот но каждой шутке как говорится есть доля истины так вот здесь вот именно была проявлена какая-то забота да мне знаете вот показывает что спасли либо уберегли от того чтобы вот вас стрела какая-то не попала да то есть возможно вас сметились как-то стрела и вот вас уберегли либо пришла смерть от стрелы и тогда в таком случае вот у вас есть на спине а там в области левые лопатки до либо под лопаткой ну в общем с левой стороны как она эти вот как след от стрелы остается до пронзили вот либо вот какие-то ожоги на а может быть даже как я уже повторилась искала в этой жизни да то есть либо спасали кого-то от ожогов прошлой жизни и осталось и есть вероятность у кого-то да что здесь родимые пятна могут быть видим знаете как созвездия какое-то да вот либо напоминает какое-то созвездие либо много-много таких вот точечек да как будто бы звезды как млечный путь что ли что-то такое показывает либо форма но однозначно какой-то неопределенно здесь нельзя сказать что конкретная какая-то форма и я могу предположить что в одном из воплощений может быть вы занимались до либо были астрономом либо звездочетом не знаю как то есть вас ваша задача была изменять как-то вот сознание людей и небо вот вы как-то были связаны с небом да может быть и было внеземное какое-то воплощение да и вот у вас вот это вот знаете как карта вот смотришь иногда может быть даже вместе с одним пятном есть и какие-то родинки да как будто вот какая-то карта звездного неба да как запоминание вот такой вот формат тоже может быть так давайте посмотрим на этой колоде до что скажут что значит ваши родимые пятна прямо шкартовых так а ну это вот карма да мне показывается карта называется кармы да как будто бы вот знаком вот отметили да вот ваше родимое пятно одно является отметкой меткой какой-то нам за то что было либо вы делали в прошлом воплощение так а у кого-то может быть и родимое пятно напоминает розу почему потому что здесь карта называется жизнь бьет ключом да вот как-то вот раза радость праздник и мне вот как-то ассоциация такая но в любом случае это находится где-то либо если это спина вас почему-то верхняя часть да мне показывает спины родинка либо вот в области вот здесь вот где-то тогда шеи вот только верхняя область а у кого-то может быть на правой ноге прям на внешней на внешней стороне в области в области лодыжки да так как правильно я говорю там за начинается ступня вот то есть нога переходит в ступню с внешней стороны там тоже может быть так хорошо что еще перевернуты а еще знаете у кого-то может быть какая-то метка которая говорит о том что где-то вы в каком-то воплощение может быть потакали своим прихотям и вот в память того чтобы вот это вот больше как-то не повторялось поставили какую-то вот метку может быть даже клеймо было стояло в этом месте клеймо и вот в этом воплощении у вас получилось метка так давайте на этой колоде еще посмотрим да что еще скажут чем о чем вам говорят ваши родимые пятна вот я говорил изначально как-то было связано с пожаром до спасением вот у меня здесь выпадает уже зла фатон как раз таки и говорит о каком-то новом начинании до потенциале обогненности поэтому здесь мы может быть как-то связано с пожаром и может быть также метка ваша говорит о ваших способностях в прошлых воплощениях и в этом тоже умение передавать информацию знаете когда вы что-то вещаете а вот вас слушаю да ну я знаю когда вы читаете стихотворение как-то очень выразительно и вот вами восхищается вашим творчеством на вашим выступлением вы может быть очень такая артистить артистичная еще правильно натура умеющая очень красиво говорить до вдохновлять других людей да вот ваша как будто бы задача помогать людям пробуждаться и вот когда я говорила о звездах да и о заботе вот это вот ваше качество она есть и в этом жизни вы умеете не знаете пробуждать умы людей вот как-то вы говорите так в этой жизни на что умеете так сказать что можете повлиять на жизнь другого человека до изменить жизнь другого человека помочь ему пробудиться есть у вас к вам доверие некая люди вам доверяют хорошо о чем еще может сказать ваше родимое пятно ну вот вы такой знаете такой весельчак вообще в принципе по своей натуре до человек который любит пошалить ну или по крайней мере хотел бы но у вас есть вот эти вот способности создавать фундамент умеет создавать вот этот вот комфорт уют безопасность для других людей а еще может быть взяты да в каком-то воплощение вы поплатили за свой эгоизм либо были где-то в чем-то неуверенный да вот и вам нужно было двигаться дальше а вы как-то сошли со своего пути в каком-то из воплощений и вот как-то не знаю здесь с эгоизма на что-то повелись вот я говорила да вот это вот потакание на своим каким-то прихотям похотям либо а может быть прошлой жизни были как-то связано с игром они и да с какой-то вот зависимостью вот и либо расточительством и вот в этом воплощении вы получили метку за за неправильное распоряжение как-то своими ресурсами на вот здесь как раз таки туз жезл про это тоже можно сказать неправильно распорядили своими способностями своими возможностями своими ресурсами не в то русло направили не туда не во благо то есть здесь у вас эгоизм как-то знаете проявился видимо были какие-то лидерские качества способности вот а вы повели людей за собой не туда куда надо не во благо поработали так ну вот такая вот была первая позиция не знаю лишнее не буду говорить больше нечего пока сказать если вы знаете да своих прошлых жизнях напишите мне будет очень интересно любопытно как это все отыгралась позиция номер два красненький камешек что означает ваши родимые пятна здесь мне показывают у кого-то родимое пятно очень похоже на солнышко на солнышко да либо на воздушный шарик либо у вас есть знаете может быть у кого-то есть маленькая такая татуировка вот вот здесь вот можем быть на руке виде воздушного шарика либо солнышко что-то такое очень маленькая у кого-то может быть на животе родимое пятно очень напоминает солнце что еще договариваться так опекать договариваться и расслабляться ну и давайте посмотрим какие карты будут метафорические карты смотрите как интересно да работает я вытаскиваю значит глагол опекать да и вот посмотрите какая карта выходит до матери которая держит ребенка взрослого достаточно мальчика да в своих объятиях то есть ваше родимое пятно может что-то означать касательно материнство да как-то заботы опеки так почему-то у меня половина карт перевернутых хорошо так здесь договариваться вот такая вот карта может быть она вам о чем-то будет говорить до договариваться с кем-то вы здесь договариваетесь у меня вот сразу идет такое ощущение что возможно в прошлых воплощениях в одном до из прошлых воплощений вы были как-то связаны со стихи с природой и не обязательно чтобы были шаманом да но вы были человеком который очень близок к природе на который понимал умел считывать эти знаки и поэтому вот как-то родимое пятно может быть связано с этим да либо похоже почему-то мне кажется с ветром как-то да либо со стихи воздуха либо со стихией земля вот здесь вот как-то договариваться до коммуникация так и по поводу расслабляться вот такая вот карта вышла значит летит дракон в небесах да и олень стоит здесь вот возле дерева и смотрит в будущее да какие-то вот перемены уметь оставлять прошлое позади до уметь смотреть как там здесь облака они виде дракона такого огненного до который вот тут стремился именно на восток вот мне кажется может быть в уши ли на востоке да вот где-то япония почему-то вот мне вот эти вот стороны до восхода солнечного восхода напоминают ну вот здесь смотрите как интересно вот и в этой жизни да у меня двойки всегда проходят люди которые имеют связь с природой либо вам просто нравится либо вы но человек который имеет какой-то вот контакт да вы по крайней мере чувствительны умеете воспринимать либо вас есть любовь к животным на либо связь какая-то с животные вот именно с природой вы не совсем городской человек да вы можете вы адаптируетесь очень хорошо и вот но все равно вас тянет до либо на прогулке как-то либо вот вас природа она воодушевляет вот вы человек природы да и могу сказать и поэтому здесь это может быть ваше родимое пятно вот мне кажется что вот вы были если первым вообще первой позиции мне идет больше мужские воплощения то у вас идут какие-то женские воплощения и поэтому и в этом воплощение по крайней мере вы такой достаточно ну такая женственная да такая вот нежная даже если вы мужчина все равно у вас есть вот эти вот мягкость присущи вам дат вы не конфликтный человек поэтому здесь карты говорят об умении до расслабляться либо вам сейчас нужно может быть вы в прошлых воплощений где-то жили возле моря до либо были как-то мореплавателем вот мне показывают здесь море причем если вы даже воплощались на территории россии то это вот как-то ближе знаете к северному морю да может быть якутия вот как-то вот туда почему потому что мне показывает вот снега олени что-то такое либо вам это нравится либо вас тянет туда либо вас то есть я почему это говорю да чтобы как-то вот проверили если у вас есть вот эти вот позывы да ну либо что-то нам то что нам нравится либо не нравится это у нас идет с прошлых воплощений так или иначе какие-то нам нравится это то что мы уже нарабатывали не в одном воплощении а то что нам не нравится это те уроки которые мы должны пройти да все равно это идет как-то из каких-то из воплощений на у нас очень достаточно мы все жили вот то есть это не один и два и не три воплощений если вы находитесь на моем канале как по крайней мере больше десяти так вот вот в одном из воплощений у вас было вот то что связано с севером либо вам нравится северное сияние да вот здесь вот как-то у меня такое ощущение что вот вы утром когда просыпались да вот в той территории где вы находились было солнце то есть вот восток восток это может быть даже если мы говорим монголия это могут быть степи то есть это это не совсем пустыня да а это вот именно когда солнце выходит и ночью все равно холодно далее ну днем может быть очень жарко когда солнце вот я вижу прям такое знаете открытое пространство и солнце вот она прям за такой крупным планом нету ничего такого чтобы вот она вот как-то загораживала да вид ну то есть нету домиков неважно большие маленькие нету каких-то лесов такое-то открытое пространство поэтому я сказала что это может быть лед причем снега и вот когда замерзают и вот это вот отражение сияние до солнце глаза слепит очень яркое яркое солнце до его много то есть отражение идет вот именно от снега и вот у меня такое ощущение что может быть и у вас либо вам нравится такие как называют не узкоглазые люди а вот у них какие-то вот глаза такие на миндале образные да то есть не круглые такие вот а вот миндале образные да вот какие-то вот кошачьи глаза может быть вам нравится такой вариант либо у вас есть либо вам нравится то есть когда люди щурится от большого солнца до вот здесь вот про это на вы вы любили в любом случае вы любили даже если есть леса да то это это не парк это леса это такие густые труднопроходимые вот леса вы вы человек вот как в прошлых воплощениях были человек природы да так и в этом воплощении поэтому как напоминание но мне кажется больше ваши родимые пятна они будут похожи каким-то образом на на облака либо на птиц вот формы какой-то птицы знаете вот иногда бывает то есть не обязательно что это вот прям четкое очертание да но вот если присмотреться вот она может быть напоминать полет полет птицы да опять-таки что-то связано с глазами дат сокол что-то вот такое либо вы любите либо с птицами как-то общаетесь вот либо с информацией но в любом случае да вот у меня вот это ощущение на не оставляет меня что здесь вот какой-то вот шаманизм проходит а то есть люди которые работали именно с духами до вас с возвращением души из душой с духами вот что-то такое причем духе я имею ввиду стихийные ну то есть там лешие кикиморы вот что-то такое домовые вот либо там природные элементарий вот что-то такое да то есть у вас есть и поэтому все что связано с этим вот ваши родимые пятна не могут быть похожи на это на такие такой формы так а вот здесь вот по поводу опеки вот мне хочется посмотреть да то есть здесь вот опекать и у нас вышла мама мама с ребенком здесь о чем знаете это как-то вот связано а вот мы говорим с материнским молоком да вот мы получаем вот что-то здесь связано именно с духовным развитием таким да может быть это связано как-то с с религией но если мы говорим о религии да то там где верят вот я не знаю существование например ангелов вот что-то такое что-то возвышенное на либо вы были каким-то проповедником в прошлой жизни религиозного какого-то направления но мне не идет что это вот знаете что здесь может быть мне показывают вас на но только в разных воплощениях то есть если вы допустим где-то были на востоке да то может быть кочевники опять-таки либо какие-то племена да допустим там гуры и онгуры или как их там называют не знаю я ошибаюсь в этом слове у меня просто идет и я четкого не могу расслышать онгур как то так да почему потому что вот я вижу там что-то как-то с соленьями связано и вот вы в этих сапогах которые мягкие и шкуры сделаны вот я даже не помню как они называются но вот я их просто очень хорошо вижу да вот так одеты вот в этой файке что-то такое холодно очень дико холодно и но одежда теплая то есть это одно из вашего воплощения а другое вот воплощение оно может быть как-то связано с религиозным понятием да почему потому что у меня здесь идет изображение карта называется прогресс но мне идет здесь вот знаете как будто бы изображение ангелов то есть опять так или иначе как-то взаимодействуете с высшими духами да здесь нету нечисти какой-то но темных сил нет здесь наоборот какие-то светлые стоит какая красивая карта здесь карта они двойные они в прямом перевернутом положении вот нас интересует верхняя часть прямое положение да это вот внутренние резервы я не знаю насколько вам видно будет как я могу поближе вам поднять очень красивая карта цвета красивые здесь вот сидит женщина а как будто бы за ней да вот здесь вот эти вот кристаллы такие высокие поэтому если вы в этом воплощении любите и причем знаете здесь вот краски так нарисованы до фосфорные вот как будто бы преломление света поэтому я сказала да с одной стороны здесь идет духовность да вот как высший свет мы говорим это блеск это это чистый свет а с другой стороны опять-таки то что я вам говорила о снеге да что вот он преломляет как-то этот свет отражает очень много блеска и вот что-то такое с кристаллами тоже может быть связано с природными какими-то минералами и может быть ваши родимые пятна они и напоминают какие-то кристаллы но не один на а вот именно знаете вот бывает соединение нескольких кристаллов вместе ну то есть кристаллы какой-то например к нему наросток да ну типа моего лунного камня ну то есть лунный камень да вот вот этого часть и приросток к нему вот а есть например у аметиста вот такой вот очень большой на гроздь и грусть по моему называется да такая вот большая вот что-то вот в таком роде напоминание да это потому что вы как-то взаимодействовали очень давние про воплощение знаете это вот во время может быть где-то там атлантов вот что-то такое да когда вы были проводником непосредственно работали с кристаллами здесь мне показывают как-то вот работа с кристаллами и энергиями поэтому в этом воплощении да вы можете увлекаться тата хилингом да вот что-то такие энергетические какие-то праздник и праздники и практики и у вас родимое пятно может быть с этим как-то связаны и показывают как мысль упустила я пока смотрела либо форма такая да либо как напоминание что-то когда на такое ощущение знаете чтобы были каким-то хранителем кристаллов хранители может быть были как там а жрица если вы знаете о своих прошлых воплощениях да но жрица как хранительница да знаете а вот поняла почему опека да как берегиня какой-то вот источника источника энергии какого-то хранительница да это как-то вот связано с кристаллами хорошо что значит ваше родимое пятно вот ваше родимое пятно так или иначе она связана с красотой и вот как будто вы знаете вот если мы говорим да а предназначение вот в этом воплощении вы так или иначе несете красоту в этот мир красоту со своего состояния своей души и смотрите как интересно получается вот я вам сказала да что здесь вот ангел проходит да и какие-то вот внутренние резервы ваши до связаны вот именно с духовностью до чистотой какой-то вот намерение и у вас в этой жизни вы такой человек если вы уже мне кажется не в одно воплощение да несете вот этот вот смысл красоты и состояние души вы как будто бы знаете напоминаете людям о важности ну вот как будто бы не замараться в этом мире да в мире в котором есть зло вы как будто бы не теряете человеческий облик вы как вы вот ваша как будто бы задача напоминать это людям уметь видеть двойственность до этого мира но не просто видите вот это вот хорошо и это плохо а умение видеть красоту во всем абсолютно и даже не считать что-то негативным да во тьме все равно умеете разглядеть вот эти вот искры красоты прекрасного это ваша задача напоминать это людям вот что-то здесь такое может быть у кого-то опять таки скажусь почему потому что мне кажется есть у кого-то есть татуировка цветок он на задней части шеи да вот как вот в таком вот формате вот так нарисованный вот как этот цветок на лотос может быть у кого-то вот но он на шее сзади не совсем на шее а чуть ниже такой маленький цветок вот либо у вас есть родимое пятно виде цветка знаете как напоминание о том что не звать что ты несешь красоту в этот мир вот что-то здесь такое да и это знаете как вот по девятке педакли долгое время вы на чем-то работали и пришло время вот получать вам свои плоды с результат ваших трудов и вот ваша родимое пятно с этим может быть и связано что она как результат ваших ваших побед что ли ну то чего вы достигли возможно в прошлых воплощениях да вот вам поставила вот это вот как отметина причем здесь тоже так интересно что стоит девушка до сует руку в дупло дерево а у него на плече этот попугай ну то есть опять дерево может быть вы были язычником да и друиды да кто-то там веканской традиции занимался ну то есть здесь несколько вариантов да здесь могут быть веканская традиция опять-таки времена меняются эпохи меняются и поэтому ну и ваше воплощение да несколько поэтому я сказал там может быть атланты нет лемурийцы я не вижу вот мне кажется вот период атлантов до работа вот как-то с кристаллами с энергией с энергией земли поэтому и в этом воплощении да я уже сказал есть это хиленькая работа вот с кристаллами земли может быть период христианства не католического а не католизма именно православного вот здесь вот не идет христианство веканские традиции и вот что-то это даже не кочевники удмуры вот вспомнил удмуры а ну вот что-то такое нет это не кочевники это вот прям люди долго жили они там не переселялись ну вот и туда к востоку ближе о чем еще говорят вашего татуировка она разимое пятно видимо кто-то пробует до перекладывать на татуировки о том что напоминание да что все все знания у меня такое ощущение что вот знания они заложены вас и вот ваша задача да в этом воплощении кроме того что я сказала ранее как будто бы раскрыть распаковать вот эту вот информацию почему потому что отшельник втором в эпическом таро вот здесь вот он нарисован как человек прощает просящий да как бедуин который протягивает тарелку чашу на с помощью с просьбой чтобы его накормили и посмысл здесь этого аркана а он заключается в том что наполнись да найди вот эту вот красоту у своего мира да вот это вот изобилие богатства внутри себя и тогда ты не будешь нуждающимся и зависящим человеком от других людей да что вот кто-то себе даст милость у него да кто-то вас на корме топой то есть это все есть внутри тебя только найди это почему потому что вот здесь вот в этом аркане где он показывал красивую девушку называется внутренние резервы здесь в отшельнике смысл такой вот и аркан звезды которые вам показал опять-таки девушка и у нее есть темный свет и вот белый да и в любом случае в темноте мы видим свет свете мы так или иначе видим тьму и ее задача увидеть красоту и в том и другом вот поэтому здесь вот какой-то вот ваше внутреннее раскрытие какого-то внутреннего потенциала за как напоминание себе на что возможно вы когда-то были наказаны за проявление вашего эгоизма в контексте того что поклонялись вот знаете вот мне не идет а мы говорим о виканстве но мне не идет что вы состояли в был культ культ жизни культ смерти жизни он поклонялся солнцу смерти вот луны луне так вот здесь вот поклонение как раз таки именно солнце вот не идет мне здесь ничего такого лунного да поэтому что-то здесь было как-то наказаны вы были за что-то и поэтому я самого начала сказала вам да а солнышке что возможно ваше родимое пятно как-то есть форме солнце она вам напоминает как а наказание до смерть где-то знаете вот как будто бы возвели себе культа во что-то вы очень верили и где-то погневали богов может быть в прошлом воплощении да вот как вавилонская башни когда строилась да вот эгоизм людей что вот мы можем стать такими такими же как бог да ну то есть вот миф история возведение вавилонской башни и вот здесь вам краски про это говорят что где-то вы в каком-то воплощении были очень эгоистичны и вот вас за это вот наказали и у меня выпадает аркан смерти да то есть как напоминание на чтобы вы изменились и поэтому вам знаете здесь так интересно вот в этом воплощении вам как будто бы нужно служить семье вот за тот эгоизм да вы как-то вы поплатились то есть посеяли семья вот в этом воплощении вы как будто бы отрабатываете его через служение своей семье и не знаю почему я вам это говорю либо вы отрабатываете что-то по по роду свою отработка идет но это означено ваше личное это не не родовое что-то вы отрабатываете вот здесь вот как будто бы в семье вот в этом воплощении да вам нужно как послужить семье поэтому меня такое ощущение что вот у вас в семье какие-то могут быть неприятности сложности до в коммуникации в непонимании ну то есть уроки которые вы получаете вы получаете от семьи то есть каждый человек он получает свои руки допустим кто-то через социум кто-то через болезни кто-то через межличностные отношения вот ваши как-то вот они связаны семьей хорошо что еще нам скажут означает ваши родимые пятна ой знаете вот здесь вот восьмерка кубков да но она мне напоминает вот девушку которая вышла вот именно через собора да то есть акцент у меня на на это идет не на девушку которая уходит от людей которые как-то вот на нее то ли клевеща то ли что то в общем ругаются да посмотрите на эту карту как-то ругаются а вот у нее такое ощущение что вот она четко знали до свой путь она она несет вот это вот есть так можно сказать да чашу грали до полную мудрости и идет по своему пути здесь а может означать ваше родимое пятно да как идти по своему пути то есть никуда не сворачивать да по моему я уже про это говорилось говорила и вот вы как будто бы помощники идете на удастся какую-то бы цель помогать людям вот смотрите я говорила ранее о том что да вы несете вот эту вот красоту и мир и ну как напоминание так вот в этом она скорее всего как-то привязана и связано что вы ваша задача невзираю еще расскажу на то отношение людей которые к вам будут не совсем позитивно не совсем хорошая да вот ваша все равно задача как будто вот нести какой-то свет да вот вы как будто бы светлячок освещаете путь именно в темноте и конечно же когда что-то светится да и то на этот свет может прилетать и мошкара и мухи и все что угодно но ваша задача не гаснуть то есть не обращая внимание на внешне какой-то миром нести вот эту вот красоту что ли эстетику свою энергию светлую чистую неполюбить непоколебимую да не в чем не обращая внимание на других вот нести вот эту вот красоту и при этом самое главное сам самим себе не навредить нести красоту в этот мир вот как-то вот это вот напоминание да причем опыт будет приходить с практикой да вот как-то со временем вы не то чтобы свыкнетесь но найдете свой какой-то вот путь интересно если я бы делала расклад по поводу предназначения я бы вам не сказала в чем ваше предназначение но вот здесь вот это делая расклад о родимых пятнах вот мне вот это вот показала так вот такие вот у нас двоечки были жду ваши комментарии мне вообще очень интересно когда знаете нет ожиданий того как это будет что это будет это всегда для меня такое огромное удивление то есть как так а когда есть к в голове какая-то форма до представления что как она будет вот ну а ну как там идет не так вот сегодня мне нравится нравится расклад и так позиция номер три третий вариант смотрим что означает ваши родимые пятна так боясь страх а вот смотрите сейчас расскажу значит а интересно а если в предыдущей позиции мы по стихиям я смотрела и у меня выходила земля и воздух в первую позицию мне как-то выходила стихия огня тот вашу ваша позиция у меня идет вода вода и земля и не знаю почему я это говорю но в общем как-то может быть этап такой да а может быть это вот ваша природа такая именно связь с водой и землей понаблюдайте посмотрите еще расскажу либо этап такой либо вообще вам нравится вода да вот вам нравится стихия земли вам нравится например смотреть как горят угли не огонь не костер а именно вот как догорают угли и вот не вроде бы там все темно вот но что-то такое вот красное просвечивается и ну вот как-то как-то вам это нравится не знаю кому то нравится вода что еще может означать ваши родимые пятна значит выпал ли глаголу бояться действовать и защищать у меня такое ощущение что прям сразу вам подсказка сюда вы боитесь вам нужно действовать да и прекращать защищаться до от внешнего мира то есть здесь вот как раз таки доверие и вот стихия воды не случайно мне пришло да то есть это как-то вот связано с прошлым это связано с вашим бессознательным поэтому ваша родимое пятно она как-то имеет какую-то связь с вашим бессознательным из метка ощущения что вы можете найти ответы самостоятельно на что это поле бы уже знаете что это связано как-то с вашими сознательным из прошлого а для кого-то это является защитой вот как ни странно да ваше родимое пятно когда что-то обратите внимание напишите мне в комментариях если такое есть вот когда что-то серьезное может случиться до либо когда вы принимаете какое-то решение в общем мне здесь показывает что по ощущениям опять-таки что вот ваше родимое пятно она может быть здесь где-то быть в общем как-то вот на руке не где-то в другом месте на теле то есть на руках она начинает либо чесаться но либо начинает гореть вот она работает если у вас такое есть то обратите внимание ваше родимое пятно она работает как защита вот ваша как будто бы защита да иногда вот вы чувствуете да что может быть когда есть какие-то недоброжелатели да либо глазливые люди вот тоже ну когда на вас смотрит кто-то пристально у вас тоже может вот начать чесаться ваше родимое пятно либо она ну такого не совсем заметно и такой телесного цвета а вот в момент когда что-то такое должно случиться вот как если бы защита сработала она у вас становится более ярким более заметным то есть у вас ваше родимое пятно имеет свойство менять цвет ну становиться ярким яркость не активность а как в общем цвет меняет либо становиться светлее либо становиться темнее у кого-то родимое пятно похоже на двулистник ну то есть как будто бы два листочка так ну вот здесь мне идет о том что если вам вот нужна он помощь да вот вы вам нужно научиться как-то взаимодействовать наладить какой-то мостик со своим бессознательным потому что очень много информации у вас есть там то есть вам не нужно никому ходить вам не нужно ничего изучать у вас настолько богатая вот ваше это хранилище до информации внутри вас что вот если вы научитесь и наладите связь своим бессознательным вы сможете четко находить ответы ну вот как вы допустим смотрим таро расклады да и получаем какие-то ответы а вот у вас это все как-то может быть иначе связано с как-то с погружениями может быть практике как-то погружение на вам нужно делать либо вы этим занимаетесь здесь еще знаете но это вот прям точечно для кого-то не для всех мне показывает о том что почему-то как паромщика до как человека который переправляет с одного берега людей на другой либо вы занимаетесь какими-то если занимаетесь практиками очень такими серьезными знаете когда идет переправа душ как-то вот что-то такое то есть вы ходите на на грани смерти жизни что-то такое вот либо между двух миров боже мне аж холодно стало кто-то здесь до владеет как-то вот практиками непосредственно связанные ну то есть прикасайтесь смертью в прямом смысле а может быть у кого-то была клиническая смерть ну и либо как-то на грани смерти были да вот либо умерших людей видите это нормально это нормально но у меня такое ощущение что вы как будто бы являете каким-то связующим звеном на вот как мостик мостик соединяете что-то либо соединяете время прошлое настоящее для других людей да я имею ввиду как помощник как мастер либо восстанавливаете как-то память либо умеете взаимодействовать как-то со времени как вы это понимаете ну я не знаю вы куда-то опаздываете и вот вы начинаете договариваться самим собой я не знаю там кто во что верит да и вы говорите вот хоть бы я успел до либо ну мне надо быть вовремя вот эти вот ваши условно говоря как молитвы да они сбываются вот что-то получается вы все время находитесь вовремя даже если вы в робке сидите вот вы вовремя находите вот здесь вот у меня такое ощущение что люди которые работают со временем ну это один из примеров я вам привела вы уже сами знаете как вы взаимодействуете со временем здесь вот именно через какие-то практики вы либо делаете для себя либо вы помогаете другим людям как-то вот восстанавливать вы являетесь мостиком соединяющим да но вот здесь вот вы точно ваша задача в помощи давайте еще посмотрим что значит ваши родимые пятна вот что мне здесь показывает вот ваша профессиональную именно действенность у кого-то родимое пятно очень похоже на сердечко маленькое сердечко но не ровное сердечко причем найти такое сердечко что вот одна часть больше а другая меньше ну одна половинка меньше а другая больше как-то так это вам напоминание а из вашего воплощения что вот у вас вашей жизни уже присутствовала такая страстная любовь и вот в этом воплощении у меня такое чувство что у вас не складывается личная жизнь то есть вы можете быть браке у вас может быть семья но чувство такое знаете что мне здесь вот что показывает что у вас вашей жизни в прошлом воплощении была такая очень страстная такая любовь вот и вы как будто бы заключили договор что ли со своим партнером тогда что мы будем с тобой встречаться и вот эта вот встреча она не происходит в каждом воплощении поэтому у вас может возникать такое ощущение что есть партнер в моей жизни я это четко чувствую ощущаю энергетически но я его встретить не могу ведь если у вас появляется такое чувство не переживайте бывает такие вот воплощение когда вы не встречаете ну то есть вы можете создать семью вы можете любить но вот именно вот это вот душевная да когда мы понимаем вот это вот мой человек да то есть вот он просто проходит и вы понимаете это мой партнер вот у вас было такое воплощение вы очень четко так вот прямо прочувствовали вот это вот понятие любви до настоящей любви и она у вас запечатлилась вы в каждом воплощении стремитесь именно к этому ощущению и как напоминание а той а то есть встречи да и вот у вас осталось вот это сердце вы сами попросили попросили его да может быть вам нравятся сердечки может быть вы когда по телефону раз к разговариваете вот не говорят что вот вы ну когда бессознательное сердечки рисуете вот кто-то рисует звездочки точки квадратики кружочки а вот вы сердечки да либо вот вам нравится что-то связанное сердечком постоянно как-то вот рисуете сердечки без прорезанной стрелы да то есть нет просто сердечка одно не два она такая маленькая кого-то пуговицы похоже на сердечко красненькие такие маленькие может быть детстве были может быть у кого-то был белый такой сарафан с красными клубничками которые были похожи как-то на сердце ну в общем вы уловили смысл да так на что еще означает ваше родимое пятно а вот здесь вот вот это вот мужская энергия да карта называется мощь ян и ну то есть мужской энергии и мужчина нарисована так вот она как раз таки и связано с с вашей вот это вот деятельностью занятием на как проводникам проводника как паромщика да как человека который переводится на выберег на другой людей вот эти вот мужские качества да в той в той жизни в которой я говорила вам о любви вы были женщиной а вот здесь речь идет о мужском какого-то воплощения когда вы были может быть кто-то состоял даже в каких-то орденах в прошлых воплощениях орденах до таких серьезных вы достигли там каких-то серьезных шагов и вот мужская вот это вот энергия она мне показывает как раз вот этого вот паромщика на проводника хоть вы сейчас и женщина но напоминание это вот именно мужское мужского воплощения на когда вот вы владели этим так что еще исполнение желания так сми не очень-то понятно что означает исполнение знания до ваше родимое пятно а может быть у кого-то она знать вот я сказал да у кого-то становится ярче как-то становится иногда темнее а иногда у вас может она исчезать и вот в вашем случае да такое ощущение что вот родимые пятна они как будто бы движутся живые по вашему телу что я имею ввиду ну допустим вот они находились в одном месте до через какое-то время вы вот обращайте внимание несколько лет допустим пошло и она как будто бы ну передвинулась либо ушло с одной части тела и появился в другом либо появилась как как дубликат точно такой же но такого то в другом месте вот что-то такое как ни странно можно знаете иногда вот такое говорю потому что же включая логику и думаю больше что я говорю ну вот в потоке вот идет вот это я не знаю конечно итоге меня психбольницу закроют от того что я говорю ну я вот это вот чувствую я не могу сказать хорошо исполнение желания с чем у вас здесь связано оно как раз таки связано с тем что вот знаете вот вы не находите какое-то внутреннее удовлетворение может не не можете реализовать вот эти вот свои желания у меня такое чувство что это как-то связано вот с тем воплощением где у вас была любовь и вы переходите становитесь трудоголиком да вы очень многое внимание уделяете своей работой работе и устаете вот и вот как-то знаете здесь как будто бы идет компенсация того что вы это время компенсация того что вы хотите иметь да вы это не можете как-то получить возможно вот эту вот любовь да и вы ее компенсируете в профессиональную сферу и вы становитесь трудоголиком очень много работаете вам говорят что вам нужно отдыхать почаще научиться отдыхать вы даже если вы ничего не делаете вы не умеете отдыхать и недавно такая знаете ремарочка я разговаривал со своим старшим сыном вот он стал ходить психологу и вот психолог ему сказал что у него есть депрессия но я не знаю как она называется по-русски но это формат такой очень интересной депрессии когда человек очень много активничает и в те моменты когда ну то есть постоянно в движении находится да и не может расслабиться и когда он видит что кто-то другой просто сидит ничего не делает да и расслабляется его это начинает раздражать вот это вот как-то называется это все дело вот я не знаю но вот у вас мне кажется вот что-то такое аналогичное да то есть вы как будто бы не можете не умеете отдохнуть да то есть сами постоянно на каком-то вот пределе вот этого пограничном состоянии в каком-то вы находитесь на грани может быть даже нервного срыва и вот вам говорят о том что если вы хотите исполнять желание не знаю почему мы говорим про родимые пятна мне здесь это говорят а это вот мне поясняет исполнение желания да не нужно компенсировать то что вы хотите чем-то другим заменять а нужно просто понять что то что ты хочешь получить тебе нужно наполниться сначала этими энергиями этими состояниями и потом ты это притягиваешь то здесь как-то вот какой-то вот модель не показывает как вы можете реализовывать свои желания через притягивание схожего ну то есть папа по образу да и подобию да что-то по схожести но вот вам это не нужно воображать вам это не нужно манифестировать а вы можете как-то это притягивать на схожее состояние либо вы встречаетесь с людьми по какой-то вот схожие ситуации состояния ну то есть если вам допустим больно и человек такой встречается у которой такая же вот аналогичная боль что-то такое вот здесь идет если такое есть то вы таким образом можете реализовывать свои желания хорошо пускай нам покажут еще немножечко да что означает ваши родимые пятна я еще хочу посмотреть что означает ваши родимые пятна кто-то мог получить здесь карта четверка кубков идет кто-то мог получить какое-то ножевое ранение именно не то чтобы по пьяни да в какой-то вот прошлом воплощение ну как будто бы вы как-то вот выделили что ли из толпы либо но вот сидели например да за столом а может быть какой-нибудь таверни в прошлых воплощениях а вот и но все пили а вы нет и вот как-то вот слово за слово и вас как-то ранили не идет ножевое ранение вас остался след вот в этом воплощении тут ваше родимое пятно она может напоминать как а вот об этом на живом ранении причем самое интересное это то что вот прямо какой-то сценарии на что не не иди против массы что ли не иди ну то есть будь как все да потому что если ты не будешь как все вот тебе напоминание о том что может быть то есть когда ты становишься собой у тебя вот происходит какие-то неприятности да вот как напоминание что то такое вот этот на ли если он у вас есть он у вас идет из прошлой жизни на если вам поможет понятие вот этой карты кто-то мне в комментариях одна женщина написала о том, что что вы там говорите, да, типа карта позитивная, а вы говорите какой-то негатив, несите людям негатив. Так вот, дорогая моя подписчица, я несу то, что я вижу и то, что я чувствую, вот, а не то, что хотите вы услышать. Если я посчитаю нужным, что я увижу что-то позитивное, я этому обязательно скажу, то есть я не тот человек, который вот прям увеличивает негатив, но я не могу говорить то, чего я не вижу, да, а если вы видите что-то свое, это исключительно для вас, не забывайте, что расклад общий, еще раз напоминаю, он развлекательный. Что еще говорят ваши родимые пятна? И вот у меня вышла как раз таки королева кулков, и то, что я говорила про стихии воды. Опять-таки, может показаться бред, но когда вы принимаете ванну, либо кто-то вот на море, когда ездит и долгое время находится в воде, да, обычно кожа как-то собирается, да, вот это гусиное становится, так вот ваше родимое пятно принимает очень интересную форму, то есть оно как будто бы становится другой, да, ну, как бы так сказать, вот сейчас, допустим, да, оно было бы там, я не знаю, как-то вот эллипсообразное, да, что-то такое, ну, не круглое и не квадратное, а что-то такое непонятное, бесформенное, эллипсообразное. А вот, допустим, когда кожа меняется, ну, вот в воде находитесь и вот сжимается, да, ну, рыбки обычно такие становятся, гусины, да, так вот, ваше родимое пятно, оно меняется и похоже очень как будто бы на цветок, на розочку, что-то здесь такое. Также ваше родимое пятно идет как напоминание того, что вы не используете свой потенциал, когда бездействуете. Вот вам как раз-таки в самом начале был гагол действовать, да, то есть то, что ты боишься, действуй так, как ты, делай то, что ты именно боишься, смотри страху в лицо, да, иди вот именно и делай. Так вот, здесь как будто бы напоминание о том, что когда ты начинаешь переживать что-то, волноваться, у тебя ничего не получается, и ты бездействуешь. То есть вот ваше эмоциональное как-то состояние, так скажу по-другому, вот ваша стихия, вода и пространство, оно так же, как ваша вода. И когда вы что-то начинаете переживать, либо волноваться, вы начинаете сотрясать это пространство, да, оно вот как, вот когда ванну заполняешь водой, да, и начинаешь вот так вот руками по воде, да, она создает вот какие-то волны. Так вот, вам здесь и говорят, когда вы боитесь, да, вы вот эту вот воду начинаете тербушить, то есть вот создаете вот эти вот волны. И тем самым, сами себе мешаете на реализацию чего-то, да, ну, то есть ваше вот состояние, оно эмоциональное, оно очень сильно влияет. Опять-таки скажу почему, объясню, потому что у вас либо есть связь с вашим бессознательным, либо вам нужно восстановить, и вот там ваша сила, да, в вашем бессознательном, ну, то есть напрямую, то, что я сказала ранее, да, там ваше хранилище, там ваше знание. Так вот, вы когда волнуетесь, вы сотрясаете не только себя, но вот как-то вот и ваше вот это вот бессознательное. И оттуда может выходить очень многое, ну, то есть и темного. Что-то тут такое, да. И вот двойка пендакли. Опять-таки, то, что я говорила, смотрите, девушка, она открывает шкатулку, и у нее в руке то ли яйцо, то ли что-то такое, вот кругленькое, беленькое, да. То есть то, что можно вытащить. И неизвестно, когда вы волнуетесь, да, что вы переживаете, что вы вытаскиваете из своего бессознательного. То есть вам здесь нужно контролировать, если вы занимаетесь контролем, да, у вас есть такая, контролировать свое вот это вот бессознательное, насколько это возможно. Через то, чтобы находиться в гармонии, да, лишний раз не волноваться, не переживать, потому что в эти моменты вы можете вытащить все, что угодно из своего бессознательного и испугаться еще больше. Да, вот и карта краски правосудия, здесь борьба, вот, и вы начинаете волноваться и боретесь сами с собой. Так вот, вам бороться не нужно, вам нужно стать спроводником даже самим себе, внутри себя, да, между головой и сердцем, между вашим сознательным и бессознательным. Тогда будет все окей. То есть вам нужно вот это вот осознать причину-следственную связь, что что вы сеете, то вы и жнете. И это вот относится к вам в первую очередь, да, а потом уже к другим людям. Вот такая вот третья позиция. На этом все. В принципе, вся информация, все, что чувствовала, сказала. Вот. Сразу хочу сказать, что те изменения, да, прежде чем кто-то будет там писать такие интересные комментарии, не зная меня, не зная того, как я работаю, да, я не работаю, напрямую уже с Таро, с его ключевыми словами, я работаю уже с энергией, с состояниями и многими другими моментами. Все это связано с тем, что я работаю сама собой, и постоянно, против говоря, открываются новые способности, и не хочу сейчас об этом говорить, но хочу сказать о том, что то, как я вижу, это комплекс всего, да, это не только Таро, это куча информации, которая ко мне приходит из разных источников, да, это могут быть ощущения, это звуки, это запахи, ну, то есть все мои органы восприятия направлены на это, и поэтому это не только Таро, да, поэтому я и говорила где-то в своем ролике, что я не хочу, чтобы вы смотрели карты, потому что информацию я беру не только из карт, и это лишний раз вас просто запутает, вы будете думать, откуда она взяла это, что она придумала, вы же не знаете тот формат, в котором я работаю, поэтому это не нужно, и опять-таки мне очень понравилась вот эта вот идея, когда женщина сказала, вы не то видите, вы не то смотрите, окей, я не буду спорить, я то, что я вижу, то я говорю. Так, на этом все, я еще раз хочу поблагодарить Марии за идею к раскладу, не знаю, понравилась вам она или нет, но я всегда в конце говорю о своих ощущениях, да, по поводу расклада, что мне понравилось, что нет, я не знаю, почему я это делаю, но вот есть такая потребность, и я за ней иду. Так вот, вот этот вот расклад один из сумасшедших, да, если так можно сказать, почему, потому что вот бывают расклады, ты делаешь, да, и тебе все хорошо ложится, да, то есть чисто логично, и ты понимаешь, почему это, почему то, а здесь вот такой расклад, когда я вообще ничего не понимаю, да, но я надеюсь, это ваша жизнь, и вы понимаете, и если у вас есть подтверждение из прошлых воплощений, ну, то есть вы работаете как-то с, с регрессологом, самостоятельно, не знаю, то есть какие-то подтверждения, я вам буду признаться, если вы напишите, что это так или не так, почему, потому что, чтобы я не считала себя предовым человеком, потому что иногда на меня такое нападает, думаю, боже, что это такое, вот, а поскольку я искренний человек, я открыто говорю о том, что со мной происходит, и я, я за искренность, я за честность, я хочу быть с вами честной, вот, вот такое-то меня сегодня накатило, я с вами прощаюсь, до новых раскладов, пока-пока.